Здравствуйте, Гамлет. Здравствуйте. Что? Ты меня видишь? Теперь я вас вижу, Гамлет. Наконец-то случилось. Что, нормальная сеть? Сам видео на Багладор. Я вас слушаю внимательно. Как ты? Как здорово сначала-то? Конечно, мне лично не до этого. Самый главный первый скажет, что языком мне чуть сложновато. Так что... Наушники так-то? Да. Итак, Гамлет, я подключаю звук. Представьтесь, пожалуйста, где вы живете. Расскажите о себе. Я армянин, живу в Армении. Сейчас нахожусь в России. Ну, по поводу своими принципами. Сейчас нахожусь в России. А вы в Армении родились? Да. Я родился в Армении, в городе Ереване. Всю жизнь жил там и живу там. А вы живете в Армении? Сейчас вы временно приехали в Россию? Ну, временно так это уже чуть другой вопрос. Окей. Я слушаю вас. Вы мне сегодня, когда позвонили, написали, сказали, Камран, здравствуйте, я хочу вами поговорить. У меня к вам есть несколько вопросов. Так вот, я внимательно слушаю все ваши вопросы. Так. Хотел тебе давать одну вопрос. Вот твой эфир, да, я часто смотрю, но когда, могу сказать, когда бывает время свободное, я смотрю эфир, мне интересно. Вот ты и грамотный человек. Так и говорят, правильно говорят. По поводу этого я ничего не могу сказать. Но смотри, здесь какой вопрос у меня, Камран. Вот ты говоришь о мире, правильно? Чтобы был мир. Я прямо цену вот это. Тогда, когда ты говоришь. Но в действиях я это не вижу просто. Знаешь почему? Я тебе скажу одно. Вот есть право, Катя. Не надо сказать то, что нету. Вот слова мы вот этот. Задевание есть, понимаешь? Я армянин. Я сейчас нахожусь в России. У меня здесь есть знакомые, близкие, могу сказать, друзья разных наций. Армяне, русские, азербайджанцы, дагестанцы. Во всем могу сказать. Ты знаешь, в России там много наций, люди. И мы живем здесь как люди. Общаемся как люди. Не так, как армянин с азербайджанцем или азербайджанец с русским. Понимаешь, да? Ну, я так говорю, чтобы тебе тоже понятно было. Вопрос в чем? Вот смотри, ты начинаешь давать людей вопрос про флага, про древнюю Армению, про этого, про этого. Говорю, смотри, мы здесь общаемся с азербайджанцами. Очень много здесь, где я сейчас в данный момент нахожусь. Очень много есть их. И уважение у нас очень большой друг к другу. Вот они меня, у них есть ресторан свой. Зовут, как и наши. Звонит, гамлет, давай приезжай, чайку попьем. Понимаешь? Тут мы никогда не обсуждаем. Вопрос о Карабахах, вопрос о какого-то. Только нам жалко одно. Я вас понял, гамлет. Я тут периодически буду заводить короткие вопросы, понимаешь? Я тебе сейчас, да, да. Вопрос одно. Вот почему я так долго сказал, чтобы опять обратно не пойти к этому вопросу. Вот смотри, только одно, мне интересно, да, вот. Война, в войне хорошего ничего нету. Там пошел земля, наши, то это земля, ваши, то это. Ну вот просто умерли дети, да, из вашего стороны и из нашего стороны. Правильно? К сожалению, да. Дети умерли, к сожалению, большим, к сожалению. Вот сейчас данный момент ревет их не матери. Понимаешь, им никому, никому конкретно. Вот когда пойдешь, будешь задавать вопрос, да, душевный, вот прямо, от сердца. Не тех дети, которые умерли, от их матери не слышишь то, что мой ребенок умер ради того, чтобы освободить наши оккупированные земли. И наши не скажут то, что... Не, 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 я не могу сказать за ваших, гамлет. Ну, ко всем трем тысячам наших матерей, если подойти, каждая мать скажет, что мой ребенок умер за освобождение азербайджанской земли. Я не знаю, как у вас, но у нас говорят все так. Тогда подожди, я сейчас буду переубийствовать, подожди. Вот я ролики смотрел, ролики смотрел, где вот ревут, и я просто спросил людей, знакомых здесь, потому что я, ну, азербайджанский не знаю. Я знаю, ну, так, привет сюда, туда, как дела, вот так, ну, меньше как общаемся, вот. А так-то я не знаю. Я спросил, а в чем вот речь сейчас, ребенок там, ну, матерей там ревут, плачет. И говорят то, что, ну, к черту и эта земля, к черту и вот этого. Я, я, к черту, не, послушай меня, гамлет. Нет, женщина в эйфории, в состоянии шока и боли может многое что сказать, как на одной стороне, так и на другой. Тебе вопрос, за что погибали ваши мальчики, как ты говоришь, за что конкретно? За что погибали? Я сейчас тебе отвечу. За то, что они, они стояли в граните. Одно слово, за что они погибали? Одним словом. Я тебе говорю, потому что, потому что был, был команда воевать. Окей, вот то есть они погибали за команду воевать, правильно? Все погибали за команду воевать. Все. Подожди, не надо, я не понимаю, что мы человек, давай не будем просто говорить те слова, которые просто мы говорим. Давай мы говорим тоже. Одним словом, то есть они воевали за команду, да, я тебе задаю вопрос. И подожди, ты воевал сам, воевал ты? Я, нет, я не пригоден. Первое, второе, инвалид третьей группы. Да, подожди, подожди, есть, есть, нет, это, а в чем у тебя, извини, пожалуйста, то, что даю такой вопрос. А в чем, допустим, у тебя инвалидность, то, что решал? Видишь, рука, шрам полностью, все пять сухожилия на руке, атрофирована рука, пальцы, видишь? Короче, это, кстати, это правая рука, не левая, чтобы ты думал, это правая рука. Полное атрофирование всех пальцев, рука нормально не работает. Все, 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 я тебя понял, я тебя понял. Плюс мне 43 года, а у нас призывной возраст даже во время второй Карабахской до 35 лет. Никак не получается. Все, ладно, я помню тебя, я тебе так скажу. Вот когда люди там воевали, да, они получили ранения прямо на место. Продолжали сражаться, понимаешь? Ну, могли сражаться. Кто прям вот, ногу не было, но он сражался. И из вашего старания, и из нашего старания. Прямо поле битвы, да, вот. Да, да, да. Сражались стали. Никто не сказал, знаешь, я поцарапалась, или у меня рука, или у меня... Дай тебе Бог здоровья всю жизнь, чтобы не было всех людей, всех людей в мире. Да, и пускай будет здоровья всем. Но это не суд, понимаешь, то, что не могли, то, что это... Так, по поводу этого давай не будем. Дети, та ребенок, который умер, вот там, любой, 18 лет, которого не видел просто жизнь, понимаешь? Он не видел то, для чего даже сражался этот ребенок. Мы-то друг-друг, пойми меня. Мисс Розе, у меня 36 лет, 37 лет, я тоже сражал, я тоже воевал, я тоже служил. Да, ты в какие годы воевал? Я вот в последней. А, ты в последней Карабахской войне воевал. То есть ты воевал за приказ? Да. А наши воевали за Родину. Нет, ваши тоже приказ принимали. Наши воевали за Родину. Вот юридически. Ты гражданин Армении, правильно, Гамлет? Правильно? Так? Да. По конституции Армении, ни один гражданин Армении не имеет права воевать на территории чужого государства. Карабах это что? А потому что, Карабах это Карабах. Не, Карабах. Армения признала Карабах. Подожди, я не хочу, давайте сейчас скажу вот так. Я не буду, это всегда тоже самый вопрос, и как сказали. Хорошо. Не, ну ты юридического права не имел воевать в Карабахе, Гамлет. Ты не имел права. Ты военнослужащий Армении, не Карабаха. Нет, подожди, подожди, подожди. Я, во-первых, пошел добровольно. А, ты добровольец. Добровольно. Пошел ради того, чтобы дети просто не умерли. Ты защищай свою сторону, я защищаю свою сторону. Хорошо, после этого, а после того, как ты воевал, почему ты не остался жить в Армении? Что-то делать? Я ищу в Армении. Ты же в России живешь? Ты же сказал, что ты... Подожди, я приехал сюда, я приехал сюда с своими принципами. Не значит, что я в Армению бросил. Нет, я был... Извини, пожалуйста. Ты, Дома, я сейчас... Это мои принципы. Вот я сейчас тебе вопрос не знаю. Хорошо. Дома тебе готовы, да, еду нормально? Честно толком, вот, ответьте. Нет, я честно... Честно сказать, пускай жена не обижается, но я не хочу, чтобы она готовила. Мы заказываем еду в ресторане, ходим в кафе и кушаем. Ну, потому что нам неохота тратить на это время, продукты. Все это занимает кучу нервов. Мы просто ходим там, здесь кушаем. Вот так. Ага, вот смотри. Вот ты заказываешь, да? Потому что у тебя есть свой принцип. Дома не готовишь ты. Нет, у меня принцип, чтобы я этим заказом кормлю сразу несколько семей. Того, кто доставит мне еду, того, кто ее приготовит, и того, кто продаст продукты этому кафе, который приготовит и пошлет. Я помню, сейчас здесь нахожусь, я кормлю свою семью, кормлю, где я работаю. Ну, это из-за этого говорю. Здесь, в принципе, лишний. Только я, только я, только я, только Гамлет, я нахожусь в Азербайджане, да, не путай. Я нахожусь в той стране, которая является юридическим владетелем Карабаха. Карабах юридически это Азербайджан. Ты можешь считать его чем угодно, это твое право. Подожди, подожди, мне это сейчас данный момент неинтересно. Я не до этого. Я тебе другой хочу сейчас вопрос давать, как раз на ответ твоего. Ну, ты говоришь, я нахожусь здесь, в Азербайджане, да. Так что ты, получается, ты, что уважаешь свою землю, свою родину, и находишься там. А вот те азербайджанцы, которые находятся сейчас здесь, в России, они не уважают свою родину. Ты занимаешься этим, понимаешь, подожди. Не, 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 Гамлет, если ты меня хочешь вывести на это, кто... Я говорю о себе. Я люблю Азербайджан по-своему. Они любят по-своему. Это их выбор. Все, а тогда дай мой выбор, а не говори. Знаешь, я вот... Я тебе честно скажу, я не видел такого количества азербайджанцев, которые приехали в Азербайджан, побоевали и уехали обратно в Россию. В рядах азербайджанской армии 99.9 служили и воевали и погибали те, кто живут в Азербайджане, кто воевали в Азербайджане и кого похоронили в Азербайджане. Так как у вас приехал, повоевал, уехал, нет у нас. Я не видел таких. А подожду, почему не приехали? А потому что не нужно. У нас здесь в военкоматах места не было. 50 тысяч человек очередь стояла. Мы не брали, знаешь, добровольцев. У нас, извини, профессиональная армия. Добровольцы только помогали уже во второй фазе войны. Брат, смотри, я тебя чувствую. Я очень знаю, ты кто по профессии? Вот чем ты занимаешься, Гамлет? Ну, это мой... Ну, примерно, примерно, примерно чем ты занимаешься. Гамлет, ну, примерно, примерно твоя работа. Чем ты занимаешься? Брат, теперь я не хочу сказать... Ну, примерно, Гамлет, чем ты занимаешься? Примерно. Вот я тебе говорю, сейчас я могу тебя врать. А я не хочу врать. Не, ну, примерно, примерно, вот чем ты... Примерная работа какая твоя? Примерно не бывает, брат. Примерно не бывает. Вот ты кто по профессии? У меня в работе примерно не бывает. Окей, ты по профессии кто? Я тебе еще раз говорю. Я тебе не даю вопрос, чем ты занимаешься. Да задай вопрос, я ведущий, писатель, автор, журналист. Все, ты, окей, ты военный по профессии? Ты военный? Ты военный? Я тебе говорю, я тебе не буду... Ты военный или нет? Я тебе задаю вопрос. Ты военный или нет? Я тебе отвечаю. Вот видишь, ты сейчас выводишь... Я тебе задаю один вопрос. Ты военный или нет? Я тебе на... Нет, не военный. Ну все, а зачем? Ты не военный, идешь записываешься добровольцем. Против тебя выходит моя яшна, профессионалы, которые обучались в Австралии. Ты против него выходит. Ты бывший военный. Бывший военный. Бывших... Гамлет, Гамлет, бывших военных не бывает. Понимаешь? Вот как Габлетт, Уильям Шекспир, так же. Не бывает бывших военных. Военные это уже все, навсегда. Нет, так не бывает. Ладно, эту тему. Только да, пожалуйста, без сигарет, если можно, мы не курим в эфире, если можно. Вот я сначала до эфира часто курю, я очень часто курю. Вот курил, я знал про это, вот смотрел. Ну, постараюсь. Мы сделаем паузу, потом ты покуришь, если захочешь, завтра продолжим. Я тебя слушаю. Давай конкретные вопросы, Гамлетт. Ты задаешь вопрос, я отвечаю. Давай. Все, давай я тебе конкретный вопрос. Вот зачем тебе эти вопросы людей, ты говоришь, мира хочешь, да? С этим вопросом. Ты, допустим, меня даешь вопрос, да? Да. Какие были древние короля или что? Я, допустим, не задаю вопрос. Я просто хочу... Пример. Ты не меня даешь, а другим даешь. Я смотрел это, ролики очень много. У тебя какая фамилия, Гамлетт, фамилия? Моксисян. Моксисян. Гамлетт Моксисян, правильно? Армянин, правильно? Да. Ты был раньше военным, теперь ты не военный, ты пошел на фронт добровольцем, потому что тебе было жалко молодежь. И ты пошел, грубо говоря, именно за то, чтобы много молодежи не погибли. Не только. Вот ты говоришь, родина. У меня тоже родина. У тебя родина где? У тебя родина... Самый первый, самый первый, чтобы, самый первый, чтобы эти дети, те дети, которые не видели жизнь пока, потому что 18 лет не все были на 18 лет. Хорошо, Гамлетт. Сколько раз ты за всю жизнь был в Карабахе? Сколько раз? Я служил в Карабахе. Ты в Службе. А до Службы ты сколько раз там был? В Городисе там служил. Ты в Городисе там служил. Я очень знаю. Ты в Городисе. Городисе это Армения? Вот, начинает. Смотри, я не хочу... Я не понимаю, что ты делал в Городисе? Подожди, это Италия. Ты потом говоришь, почему мальчики погибли. Да вот почему, да? Потому что ты служил в Городисе. Что ты делал в Городисе? Объясни мне. Я служил. Не, ну а что ты делал в Городисе? Гражданин Армении, что делает в Городисе? Орадис районин, что делает? Объясни мне. А подожди, подожди, подожди. Что делать? Я тебе говорю, служил. Вот ты меня даешь вопрос. Я очень извиняюсь. Армения, Ереван это Армения, правильно? Сигарету убери, пожалуйста. Сигарету убери, пожалуйста. Ереван это Армения. Наши военнослужащие в Ереване служат? Вот честно. Нет. А зачем в Городисе ты служил? Почему ты не пришел, не сказал, что это вообще не Армения? Зачем я там должен служить? Зачем ты служил в Городисе? А почему, подожди, а почему так? Приезла туда азербайджанцев не было. Потому что вы их отсюда выгнали, потому что ты открываешь карту и смотришь, на карте написано, это Азербайджан, это Армения, понимаешь? Потому что это называется Гамлет, это называется оккупация. Ты служил в Азербайджане, ты не служил в Армении. Орадис это Азербайджан. Ладно, подожди, подожди, подожди. Я еще раз говорю. Ты служил в Азербайджане, я тебя могу даже поздравить. Мне, мне, слушай, слушай, мне еще раз говорю, то, что Карабах это Италия, Испания, Армения, Азербайджан, это еще раз говорю сейчас. Меня очень мало в данный момент волнует. Сейчас я просто один вид, просто, вот ты говоришь, начинаешь, я про этого говорю, я с тобой просто хотел пообщаться с одном, то, что почему ты начинаешь вопросами задевать людей. Идеально, я тебя чем-то задел, Гамлет. Гамлет, я тебе... Хорошо, давай сделай мир, Гамлет, ты готов подписать мирный договор? Ты готов мирный договор подписать? Мирный договор готов подписать? Подожди, не договор подписать, что я никому ничего не могу подписать. Твое мнение, вот ты армянин, я азербайджанец. Вот я тебе задавал, ты хочешь... Подожди, 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 мое мнение очень мало. Почему мало? Ты пошел, ты воевал, ты служил, почему это мало? Вот сейчас тебе объясню, почему мало. Потому что там есть руководство, то, что и твое мнение, вот что сейчас ты говоришь, ты блогер, ты там, допустим, у тебя миллионов паспор, вот видишь, у меня подписчиков нету, потому что я не занимаюсь этим. Ведь твоя работа, не знаю, ты как можешь называть, хобби или что-то ты занимаешься этим, я не занимаюсь. Тебе может, допустим, смотреть там сто человек, сто тысяч человек, может кто-то вот ходить, только как ты говоришь, они начинают с этим. Со мной никто, кроме моих друзей. Я тебя понял, скажи мне, Гамлет, 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 тебе вопрос, вопрос, только ответь мудро. Вот тебе жалко мальчиков и на той стороне, и на этой? Конечно, от души и вашего, и нашего. Хорошо, и вашего, и нашего. Когда ты воевал год назад, ты стрелял в наших? Я конкретно цел, я тебе вот, честно, я тебе говорю, цел конкретно, чтобы кого-то убивать, я не прицелываюсь. Но ты убивал? Я не знаю. Как это? Ты что, такой плохой военный, как это не знаешь? А вот я тебе говорю, если цел прямо направлено к кого-то, не направляешь, и ты не знаешь, ты убивал или не убивал. То есть ты не знаешь, ты убил или нет, но ты направлял. То есть в этот момент ты о жалости к этим мальчикам не думал. Я о тебе понял, я просто хотел это услышать, понять твою идеологию, Гамлет. Вот я тебе говорю, если бы целно, конкретно, стрелял, чтобы убить ребенка, я бы не стрелял. Еще раз. Гамлет, я все это понимаю. Гамлет, Гамлет, сейчас 21 век, сейчас из арбалета, из лука стрелы не стреляют. Сейчас, если целишь, то, скорее всего, к сожалению, происходит. Если человек целится, он преследует одну цель. Я мог бы тебе не ответить, но я тебе ответил. Я просто не хочу сейчас в данный момент провокировать этот разговор, Доша. Протянуть что-то... Мне очень странно слышать, что говорит человек, что ему жалко и тех мальчиков, и этих, но при этом он целился и стрелял. Как-то все очень... Это твое мнение. Это мое мнение. Это мое мнение, то, что жалко. И я говорю, что жалко сто процентов. А зачем тогда воевать пошел, если жалко? В собраду деньги бы отправил бы... Если бы я не пошел, если бы я не пошел. Вот я тебе честно говорю, если бы я не пошел, больше погибла, допустим, молодежь с моего стороны. А если я... Значит, чтобы погибло их меньше, надо убить других больше. Правильно, Дамли? Так, да? Не убить, не убить. Смотри, я тебе скажу вещь одно. Ну, когда люди видят, да, ну, допустим, несколько человека, да, трудно, грубо говоря, ходить и быть или что-то. А когда мало бывает, да, больше силам ходишь. Ну, при жизни, допустим, вдвоем идешь, троем идешь, там пять человек, а ты, грубо говоря, не будешь... Дамли, ты прекрасно знаешь, ты прекрасно знаешь закон войны, либо ты, либо тебя. Давай будем, да, откровенны. А вот я тебе говорю, либо ты, либо тебя, если не будешь... То есть, я понял, ты знал, когда ты шел воевать, шел добровольцем, что это юридически оккупационная для Армении война? Ты знал, что юридически ты оккупант? Я еще раз тебе говорю, там юридически оккупант... Не, не, то есть, я понял, я тебе говорю, я с тобой говорю, я тебе, я знаю, Гамлет, если бы юридически... Смотри, смотри, мне жалко только одно, пойми, жалко только одно, то, что погибли дети из вашего сторона, дети... Из нашего сторона, в этих наших детей из нашего сторона ты и стрелял, Гамлет, ты в них стрелял. Я еще раз тебе говорю, стрелял, стрелял, ты знаешь что, бывает, подожди, я тебе одну вещь скажу. Когда, допустим, ходит такой момент, то, что другу, человек даже стреляет другу, грубо говоря, чтобы он не мучится. И значит, что он стрелял своего друга. Значит, ты стрелял, чтобы они не мучились, правильно, Гамлет? Нет, нет, ты меня неправильно понял, я еще раз тебе говорю. Зачем ты стрелял в этих ребят, которых сейчас уже нет? Зачем? Ради чего? Я стрелял, еще раз тебе говорю, на ту сторону стрелял, чтобы Меша было сюда стрелывать. Ты воевал? Ты не взял вообще ружье? Я тебе объясняю. Мое ружье вот здесь, и оно долетело, поверь мне. В отличие от тебя, который говорит, что ты не знаешь, попал или нет, я везде попал. Я стреляю на поражение. Я поражаю вот это, Гамлет. Ты стреляешь на поражение? Я стреляю здесь на поражение, да, Гамлет? Вот ты выходил и воевал, да? Я высокоточный интеллектуальный снайпер. Я тоже снайпер, да. Я тоже снайпер. Что же ты за снайпер, который не знает, который попал, не попал? Нет, который не целуется. Который не целуется. Гамлет, ладно, снайпер, который не целится. Я тебе говорю, тебе смешно, меня не смешно. Гамлет, это снайпер, который не целится. ладно, да, Гамли, ладно, давай закроем тему, поговорим о Долме, я тебя прошу. Про этого говорю, то, что мне не надо, я не хочу эти темы, понимаешь, открыть. Стрелял, не стрелял. Не, ну, не обойный Гамли, но снайпер, который не цели. Сейчас я тебе вопрос даю, я не хочу, я могу даже тебе кое-что говорю сейчас в данный момент, и так говорю, потому что я не хочу эту тему откровенно полностью разговаривать. То, что кто кого стреляет, не стреляет. Я говорю, жалко те дети, которые умерли. Лично я не хочу, чтобы больше повторилось. Я понял, я понял. А вот почему у меня вопрос... Я понял тебя, Гамли. Тот, кто три года назад снайпер попал в маленькую Захру, двухлетнюю, которая с бабушкой в районе просто шла из дома в дом. Снайпер одной пулей заводил своих. Бабушку и внучку на руках. Маленький ребенок Захра и ее бабушку. Снайперской пулей. Подожди, снайперская пуля. Такого я тебе могу сказать, что такого не может быть, чтобы снайпер, конкретно снайпер, стрелял бабушку с ребенкой. Я знаю свое мнение. По гугли, Захра, Захра. Просто слово Захра набери, и сразу выйдут фотографии, видео. Одной пулей снайпер и бабушку и внучку. Просто по гугли. Захра. Только одно слово. А ты можешь сто процентов сказать, что это снайпер, что это не с нашим ресторанам. Ты профессионал, ты по телу, которое находится на фотографии, сразу поймешь. Нет, видимо, да. Еще раз скажи, как я сказал. Захра. Захра. Ладно, я это посмотрю. Давай сейчас просто я тебе вопрос отдам. Ты мне... Я сколько раз уже повторился этот вопрос. Но тема наша менялась, как всегда, эта притворительность. Спрашиваю. Сговоры, как бы, да, меняется. Вот. Ты говоришь про мира, да? Про мира. Конечно. А почему, допустим, ты, Камран, не стараешься... Ну, сейчас... Да, я не против. Ты не обзываешь. Тебя вот не обзываю. Я отлично вот сколько смотрел, честно, я не видел, чтобы наши армяне там начали тебя обзывать. И до сих пор я смотрю, я тоже сам без камеры я тебя не обзывал. Потому что грамотный человек, у тебя голова работает, все нормально, я не против по поводу этого. Вот честно говорю. Но почему ты не стараешься сделать такой мост, который ты с нашим армянам разговариваешь? Я как раз последний раз видел его этот эфир Джагаспанянам. Ну, музыкант. Наш, давал тебе вот тот же самый вопрос. Он не давал, он задавал вопрос. Дают это когда... Отдали вопрос, и ты четко... Я тебе задал, я ответил, да. Я тебя уже сказал. По-русски у меня не все там хорошо. Так что я заранее... Я тебе скажу такую вещь, да, Гамлет. У меня было более 1500 эфиров с армянами. Я говорил с армянином, который сказал, что он раньше воевал против азербайджанской армии. До этого он жил в Азербайджане, потом взял оружие, стал воевать против Азербайджана, потом он взял дудук и пошел играть на свадьбах азербайджанские песни. Я такие вещи не понимаю. Это твое решение. Как разговаривать, с кем разговаривать, это мое решение. Я себя ни перед кем виноватым не считаю. Если ты считаешь, что... Я если ты считал, я тебе говорю. Если ты считаешь, что кто-то виноват или кто-то не... Это твое личное право, как и право каждого человека. Я хочу тебе задать вопрос. Чего мы хотим вообще друг от друга? Вот чего ты хочешь от меня конкретно? Я чего хочу от тебя? Я хочу от тебя... Ну как, подожди, я сейчас тебе так скажу, чтобы понятно было. Чтобы вот, чтобы при этими эфирами, да, ну люди, которые армяне, разговаривают, да, у тебя было время сидеть, что-то читать, смотреть. У другого человека не было этого времени, допустим. Читать, смотреть, знать про вашу эта история, про, допустим, армянскую историю. Человек живет, кажется, со своей жизнью. Не значит, что этот человек плохой или тупой, или там все нации такой, понимаешь? И ты при своим эфирам начинаешь с этим задевать людей. Вот только это не смотрится, понимаешь? Некрасивый, просто. Гамлет, Гамлет, послушай меня. Никто не ставится тебе за слово. Вот я звоню, да? Я тебе... Я единственный азербайджанец, который говорит с армянином после того, как он сказал, что он был снайпером, он стрелял в военнослужащих азербайджанах. То есть ни один бы азербайджанец просто морально бы не выдержал бы после этого с тобой говорить. Поверь мне. А? Я понял. Нет, я у меня... Ну ты, ты же признался, что ты снайпер, что ты воевал против азербайджана, и ты стрелял в азербайджанских военнослужащих, правильно? Любой другой... Нет, брата, я тебе не сказал, что я стрелял военнослужащего. Вот ты вот видишь, будто... Нет, ну окей, ты снайпером был, ты был снайпером. Я не снайпером стрелял, во-первых. Я сам снайпер, я не снайпером стрелял. Нет, ты не понял, это ты снайпер. Я говорю, ты снайпером был, правильно? Я служил, я был снайпером. Ну да, ты служил снайпером. Я целонаправленно стрелял, военнослужащего, или что-то я такого не говорю. Военнослужащего это в армию Азербайджана, я говорю. Я не говорю, я в своих ты стрелял. Я имею в виду, ты воевал во второй Карабахской в качестве военнослужащего. Ты военным был, ты был снайпером во второй Карабахской войне, правильно? Нет. А, ты уже был снайпером. А, а сейчас кем ты был? А сейчас я добровольцем был. Ну добровольцем что делал на войне? Давай не будем, вот я ведь, видишь, сейчас ты начинаешь провоцировать. Вот я про это и говорю. А, я очень знаю, значит, получается, интересная тема. Ты сказал, что ты был снайпером Гамлетт только когда ты служил. В какие годы ты служил? 2002-2004 год. То есть ты являешься одним из тех самых снайперов, которые положили за 30 лет более 3000 азербайджанских военнослужащих, типа, во время перемирия. Договора, ты сказал, что ты стрелял. Ты сказал, что ты стрелял, как снайпер. И ты не знаешь, попал где. Значит, это было во время твоей службы. Значит, ты нарушал договор о прекращении огня. Правильно? Ты был снайпером, ты стрелял, да? На границе же все 30 лет происходили стычки какие-то, да? Поэтому ребята погибали. Значит, ты нарушал договор о прекращении огня. Я просто спрашиваю. Нет, ты только говоришь. Ты мне сказал, что я тебе спросил. Ты воевал? Ты говоришь, я был снайпером. Вот у меня вот здесь вот. Гамлетт, я снайпер. Гамлетт, я понял, я понял. Кто написал Гамлета? Гамлета кто написал, ты знаешь? Ну, Шекспир и что? Шекспир, как звали Шекспира? Да, брат, я не знаю. Бабушка звали, Шекспиру звали бутылкой. Мне интересно, ты понимаешь. Ты тему, вот я говорю, наша тема, ты возишь в другой сторону. Шекспира звали Уильям. Мне не интересно, мне не интересно, Уильям Шекспир или не знаю там кто. Просто, чтобы ты знал. Я еще раз говорю, я знаю, потому что, во-первых, этот Шекспир с моего имени там связан. Я даже фильм видел, я все, я не про этого, я тебе говорю, зачем давать. Ладно, я не знаю, брат. И не хочу знать. Он создал твое имя, он не связан, он его придумал. Он создал мою имя, я благодарен. А Гамлет, принц, принц, откуда, знаешь, был? Откуда был Гамлет? Чего я не знаю, брат, я знаю то, что я Гамлет, ты Камран. Он был из Дании, принц датский, Гамлет, принц датский. Мне не интересно, понимаешь? Если бы интересно было, я бы не слышал от тебя. Я до этого, до тебя смотрели и узнал. Мне не интересно это. Мне только одно интересно, я тебе еще раз даю, Камран, вопрос. Хорошо, Гамлет, если Азербайджан предлагает мирный договор, ты его готов подписать? Например, если бы это зависело от тебя, ты бы готов был подписать мирный договор? Да или нет? Давай я не буду на это ответить. Мира ты не хочешь, хочешь, чтобы я не... Я хочу, знаешь, как хочу я мира, хочу, да? Не с этой подписом, отписом. Вот я мирно здесь живу, вот здесь, да? Здесь. Я живу, я говорю, среди с азербайджанцами, среди дагестанцами, среди русскими, среди со всеми, мы с американцами, все здесь есть. И никто ничего не подпишет. Мы живем мирно здесь. Афроамериканцы, афроамериканцы, Гамлет, Гамлет. В смысле, тебя там пишут, обзывают, за что, допустим, да? Твои подписчики, допустим, да? Ну, что-то кто-то меня писает, там пишет. Зачем? Вот я плохого что-то, про твоего нации, про тебя, про кого-то говорил. Ну, зачем меня, допустим, грубо говоря, там писать или обзывать? Гамлет, Гамлет, не обращай внимания, все нормально. А как? Почему? Ты вот человек, да? Почему не все... Гамлет, Гамлет. Если все были такие, извини, пожалуйста, если все были такие, как ты, да, грамотные, так как ты говоришь, да? Или, может быть, как я, было бы все хорошо. Они все такие, понимаешь? Ну, Гамлет, ну ты же сказал, что ты был снайпером. Гамлет, ты представляешь, если я зайду в армянский чат... Вот представь, Гамлет, я зайду в армянский чат и скажу, что я был снайпером, я стрелял, но я не знаю, попал я или нет, но я был снайпером. Представь, меня там в комментариях... Меня разорвут в комментариях. Я не знаю, как ты умеешь, просто у тебя, честно сказать, прекрасно получается. Вот и я чувствую то, что... Я не могу стать блогером, а ты классный блогер. Ты знаешь, почему? Ты можешь все этот разговор отсюда, сюда, перекинуться, оттуда, что-то... Сядь снизу, поднялся наверх. У тебя прекрасно, вот, красавчик получается. Но он со мной, давай не будем это, то, что я так сказал, то, что я был снайпером, пристрелил при этом. Я еще раз говорю. Ты был снайпером или не был? Ты был Гамлет снайпером или не был? Я Гамлет и был Гамлетом, буду Гамлетом. Давай этот снайпер туда-сюда. Меня одно, давай будем просто одно. И мне ответить одного. Можешь просто при эфирном разговоре с армянским... Я тебе даже могу ответить не про всех. Вот ты говоришь, что внимания не обращать, то, что пишут, да? А я тебе могу сказать даже то, что не внимания обращают, допустим, тех армянов. Если ты будешь разговаривать и не задевать людей, тебе не только что будут уважать азербайджанцы, я тебе отвечаю, тебе будут уважать и армяны. Потому что нац такой, то, что они уважают не нац, а человека. Пойми. Вот мы сегодня начинаем воевать, начинаем разговаривать, да? То, что наша земля, вот это моя земля. Пошли, погибли, умерли. А завтра, как мы вырастим, понимаешь? Нам никто не будет. Вот если умрем, нам будут давать два квадратных метра из этого Карабаха, из этого Еревана, из этого Азербайджана, или в России, или в Испании. Два метра еще будут продать. Понимаешь? В жизни такой. Никто сегодня мы сделаем, сегодня мы говорим, сегодня мы воеваем, там просто со стороны мы смотрим. Гамлет, если будет третья война, ты пойдешь воевать? Я, если будет третья война, я просто буду, ты не знаю, я пойду в такое место, что я этот корабль, строил корабль, понимаешь? Как это называется? Ной, Ной строил. Ковчег. Не, не Ной, не Ковчег. Ковчегом этот он на земле. Не, тот, который космос летит. Космический корабль. Космический корабль. Красавчик. Я буду вот строить космический корабль, ну, сколько возможно будет. Не знаю, будет ли здесь, не будет ли так. Но постараю строить. Собирать тех людей, которые не хочут воевать. Вот устали вот от этих разговоров, и от этих стрельбов. Соберу их, и буду лететь. И знаешь, куда буду лететь? Куда? Куда в глазах летят просто. Не в этот Марс, потому что в Марсе тоже есть азербайджанцы, в Марсе тоже есть армяне, там и американцы. Они тоже там есть, понимаешь? Мне не нужен, братан. Мне нужен, я говорю, мир. Мир. Мне без разницы, какой наций человек. Я могу от души просто, понимаешь, глаза закрыть, и спать около азербайджанцев. Но здесь, понимаешь? С армян. Это часть разговора самая топ. Я тебе говорю. Мне просто нужен, чтобы не... Да, да, гамбы. Спасибо тебе. Мир начинается оттуда, когда человек начинает друг другу не задевать. Если друг другу на сосед с соседом, да, азербайджанцы, вот сосед с соседом, начинают ругаться, друг другу начинают задевать, начинают бить, не говорить, знаешь, это мой сосед, он тоже азербайджанец, или армянин. Вот сосед у меня армянин, я буду каждый утром встать и целовать его шоке. Нет, что-то получается какое-то оскорбление, или что-то начинают драться, мира нету там. А когда утром встаешь и поздороваешься, да, от души, человек не может просто встать, взять камень и тебя в голову давать. Провосировать не может. Гамли, честно говоря, я за последнее время добился очень интересных прорывов. В моем эфире один, например, армянин, принявший ислам, читал Суру, другой, держа в руках армянский флаг, с уважением говорил, что Карабах — это Азербайджан. Третий, когда я показал фотографию... Я их посмотрел, я их посмотрел. Когда я показал фотографию, да, когда я показал своего президента фотографию, другой армянин сказал, что очень уважает его. И вот сегодня я встретил, наконец, армянина в твоем лице, который говорил, что он воевал во Второй Карабахской войне, служил. И на вопрос, если будет Третья война, что бы он сделал, ты сказал, я построю ракету, заберу всех мирных армян и улечу отсюда подальше. Это было очень честно. Не мирных армян. Не мирных армян. А вообще армян. Мирных людей. В общем, армян как улетишь. Мне не армян. Я буду собирать людей, которые не хотят воевать. Русские, азербайджанцы, там, Дагестан, без разницы. Люди, которые не хотят воевать. Я тебя услышу, Гамлет. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе. Ты не хочешь воевать. Я говорю. Я не хочу воевать. Все. А зачем ты пошел тогда воевать во Второй Карабахской войне? Вот опять, значит, ты меня сейчас говоришь. Все, все, Гамлет закрыли тему. Не хотел, все, не воюй. Все, не нужно, не нужно. Забудь. Просто, просто я тебе говорю. Не знаю, как будешь принимать, как армяна, как знакомого, как азербайджанца, как Энгельса, как ненапланетяна. Не знаю, как ты будешь принимать меня. Я тебе просто даю не совет, а такой, как, не знаю, как тебе сказать. Просто от души. Старайся просто. Когда разговариваешь с армянами, без разницы, армяны, русские, просто старайся не задевать их знания или чем-то то, что... Я говорю, никто, никто, 99% могу сказать, ни из какого нации не хотят сражаться. Вот смотри, один вопрос, да. Вот я не хотел обратиться к сторону, но все-таки один вопрос. Вот земля азербайджанская, да, вот огромная земля. Армянская земля, маленькая земля или огромная земля в России. Я сейчас нахожусь здесь. Живу вот в этом доме в данный момент. Я бы, знаешь, как хотел, еще год, допустим, жить в Баку. В Азербайджанах. Ты честно скажи, ты бы не хотел жить полгода в Армении? Если было бы все хорошо. Приходите и выйдите в Ереван, допустим. Честно, только от души скажи. Ответь мне на этот вопрос. Не знаю, интересно. Моя вообще мечта быть послом Азербайджана в Армении. В Ереване быть послом Азербайджана. Вот дай, чтобы твоя мечта сбился, что могу сказать. Но нет, я имею в виду... Гамлет, здесь, кстати, уникальный вопрос от гостей. Просто уникальный. Я сейчас просто присмотрелся, я просто в шоке. Ты похож на молодого Пашиняна. Реально. Я тебе и говорю, бороду отпусти, чуть-чуть седой сделай одно лицо. Да не-не-не-не. Серьезно похож? Клянусь похож. Я похож на своего отца. Все, больше никого не похожа. А папу как звали? Грачем звали. Из Бравутка. Грач, зовут Грач, окей. Просто очень похож. Я честно говорю, вот реально. Посмотри вот эту фотографию. Да нет, это может с камерой, не знаю там. Может из-за камеры так получилось. Может. Ну, похоже реально. Молодой лет, как будто на 20 моложе, 25. Нет, тебе сколько лет, Камрад? А мне дофига, почти как Пашиняну, чуть меньше на пару лет. А я думаю, что я знаю сколько у Пашиняна, а я еле-еле свое-то знаю, ты. Тебе сколько, 31? Нет. 84 год я. Ааа. 37, сейчас уже 38 уже. Ну, моложе тебя я как-то знаю. Да, чуть-чуть. 40, да? Я Гамлета, знаешь, в каком возрасте читал, Гамлет? Где-то, когда мне было 9 лет. Когда тебе было 9 лет? Да, я Гамлет. Читал про меня, короче. Да. Читал про меня. Точно, представь, сколько я о тебе знаю. Сколько ты меня... Такой анекдот я слышал. Мужик из высокоэтажный дом, ну, 9-этажный дом, сверху смотрит, там внизу мужик стоит, сверху смотришь, там маленький человек, видно. Каждый этаж спускается, из балкона смотрит, а там у каждого этажа спускается, столько человек начинает уже больше и больше стать, да? Ну, как первый этаж, бегом к этому человеку обнимает, то говорит, ты кто такой, говорит, я тебе вообще не знаю. А говорит, зато я тебе вот в таком возрасте знаю. А он сверху смотрел, человек вот так выглядел, да, маленький. Ну, как потихоньку спустился. Ну, да, да. Даже человек сказал, готовый, говорит, я тебя знаю. Вот, 9 лет ты читал про меня, короче. Да, представь, и анекдот очень смешной, кстати. Да. Там есть такое выражение, быть или не быть, вот в чем вопрос. To be or not to be, that's question. Это великие слова великого Уильяма Шекспира. Также я читал Ромео и Джульетту, читал Макбета, читал Ричарда. Я читал, естественно, всю фактически его классику. Все, что можно, да, за исключением. Вот, молодец, смотри, у тебя, ну, как я понял, время много было читать. Ну, да, очевидно. Смотри, к сожалению, у меня, я тоже хотел, я тоже. Ну, вот если бы ты не воевал бы, не служил бы, может быть, да. А ты можешь, знаешь, судьба каждому человеку разная подается. Никогда никто, кто-то строитель, ну, строитель занимается стройкой, да. Уставший после работы, не хочет ничего. Кто-то просто рушкой сидит, деньги заработает. Кто-то в ТикТоке деньги сделает для себя, да, допустим. Кто-то сидит, людей обзывает. Каждый человек есть свое принцип, понимаешь, в жизни. Гамлет, если ты захочешь, я тебя на днях могу пригласить на телевидение. Мы можем сделать онлайн-беседу, поговорить с тобой, если у тебя будет желание. Держи со мной связь через WhatsApp, если будет желание. Мы с тобой всегда будем с радостью говорить о предстоящем мире и о чем угодно, если будет. Только, знаешь, что, вот я с тобой, честно говорю, вот от души говорю, с тобой разговаривать приятно. Но не в эфире то, что там, допустим, не то, что скрывать от кого-то, мне что-то есть. Нет, не от кого. Я вот как разговариваю с эфиром, я так могу разговаривать на улице, кричать с этим микрофоном, мне ничего там нет, чтобы скрывать. Но как пообщаться, если есть какой-то, не знаю, на Вайбере или что-то, честно говоря, знать просто как жизнь, как здоровье. Гамлет, просто я тебе дам один совет, если вдруг что-то опять произойдет, есть правые, есть левые, есть белые, есть черные, есть Азербайджан, есть Армения. Но есть одно «но», понимаешь? Есть закон. Ты сейчас приехал в Россию, ты же снял квартиру, правильно, допустим? Ну, я снял... Ты в родственников. Окей, допустим, допустим, ты приехал не к близкому человеку, ты снял квартиру на месяц, на три, допустим, правильно? Так. Ты же не можешь в этой квартире, в которой ты находишься временно, быть вечно хозяином, правильно? Я тебя понял, ты что хочешь сказать? В какую сторону? Нет, я говорю, всегда юридическое право, понимаешь? По-любому всегда выиграет. Ты можешь... Знаешь, солдаты могут стрелять друг в друга, империум могут быть завоеваны, но есть понятие одно – юридическое право. Вот если даже твоя приора 10 лет у кого-то, по-любому она твоя, понимаешь? Но приору можно разобрать по частям, землю никуда не разберешь, из нее можно выкачать золото, ресурсы, что-то, пятое-десятое, но ее ты никуда не передвинешь. Поэтому всегда будь нас немножко думай о праве человечестве. Я слышал тебя, я еще раз говорю, лично у меня политика. Я понял. Ты романтик вообще, тебе надо было заниматься, не знаю, иметь свой ресторан, шоколадную фабрику. Ты что снайпером стал вообще? Ты романтический человек. Снайпера был в службе, а сейчас есть ресторан. Видишь, я как угадал. То есть ты ресторатор, я же чувствую что-то творческое в тебе. Ты про меня 9 лет читал, как ты хочешь не догадаться? Когда тебя был 9, ты про меня читал, как ты можешь не догадаться? Я тебя благодарю за эфир, Гамлет. Честно, я надеюсь, мы этим эфиром чуть-чуть все-таки приблизим нас друг к другу по-человечески для диалога. Извини, перебиваю. Я хочу обратиться к армянам и, к азербайджанцам и всех людей в мире. Просто жить дружно. От этого никто пока плохого ничего не видел. Просто не надо обзывать, не надо. Я говорю, те дети, которые умерли, они сейчас ничего не чувствуют, не слушают, не видят. Понимаешь? И жалко их всех подряд, тех людей, которые умерли за землю, за землю. Которые нам при смерти будут давать на 2 квадратных метра. Даже сейчас мы покупаем землю, тысячи квадратных метров, строим дом. Все-таки как умрем, нам этот тысяча квадрат заберут от нас, 2 квадратных метра будут давать. И все, да, иди лежи там, когда червяки тебя будут съесть. Просто бездружно. Я благодарю тебя за эфир и призываю всех смягчать контент. Хватит друг друга оскорблять в Инстаграме, Телеграме, ТикТоке, Ютубе. Давайте разговаривать. Хотя бы разговаривать. И самый главный, самый главный. Вот я смотрю, я тебе говорю. Это тебе говорю. Не обижайся просто, просто честно. Вот прямо я тебе говорю. Старайся просто не задевать тех людей, которые в понятиях, допустим, что-то мало знают, что-то. Как человек, когда ты будешь сидеть и разговаривать. Вот я не знаю, да, вот я не знаю. Аршак Второй или там Погос, что я, ну, допустим, древние короля Мороля. Я не знаю, мне неинтересно было. Я живу вперед. Гамлет, главное со словом Аршак будет осторожен. Лучше скажи Гурген. Почему? Со словом, когда говоришь с азербайджанцами, слово Аршак используй реже. Потому что если ты скажешь пять раз слово Аршак подряд, будет по-другому звучать. Вот скажи пять раз Аршак. Скажи пять раз Аршак. Вот скажи пять раз. Вот пять раз. Вот смотри, я скажу. Нет. Смотри. Аршак, 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 Аршак. Вот много раз говоришь Аршак. И получается уже не то слово. Немножко другое. А так Тигран говорит. Тигран, Тигран, Тигран. Ты еще раз скажи. Тигран, он Тигран. А Аршак немножко... Человек его зовут Аршак. А вот смотри. Есть человек. Его зовут Сасун. Вот. Прямо, серьезно. Вот я тебе говорю. Есть человек вот у нас. В Армении. Его зовут Сасун. Есть даже эпос Сасунцы Давид. Есть даже Равен. Я согласен. Я согласен. Если подсчитать, смотри, какой плохой. Да? Саша, говорят все. Ну, типа. Это личное дело. Вот, например, я очень извиняюсь. Там, например, происходит регистрация. Да? Регистрируют, например, там, ну, какую-то вот девушку. Например, Айконуш выходит замуж за Сасуна. Ну, или там какая-то вот, например, девушка там. Дженнифер, например. Дженнифер и Сасун. Будьте счастливы. Вот я и тебе говорю. Вот человеку зовут так. По-другому назвать. Хорошо. А если, получается, отца зовут Сасун. Сасунович? Сасунович? Ну, если Сасун, отца Сасун. Вячеслав Сасунович. Ну. А вот смотри, человеку зовут так. Понимаешь? Вот как ты говоришь. Аршак, да? Аршак – это древнее армянское имя. Аршак. А если несколько раз говоришь по-азербайджански, я не знаю. Я это знакомых близких спрошу. Просто интересно. По эфире я понял. Тебе не надо? А я понял. Страшнее, знаешь, представь, вот девушка, у нее папа Сасун был. Ее когда отчество как? Екатерина, например, Сасуновна? Ну, так получается. Если зовут так, значит, так получается. А представь, дети в школе, Екатерина Сасуновна, можно к доске? Екатерина Сасуновна, а я не сделал домашнее задание. Ну, понимаешь, про этого говорю. Смотри, армянский имя, да? По-русскому вообще другой зам. Ну, как у нас, как у нас по-армянски говоришь, зубы чистить, да? По-армянски, когда говоришь, пойду зубы буду чистить. Да, да. По-голландски такое обзывание прямо человеку. У меня сестра живет в Голландии, двоюродные. Они как приехали к нам в гости, утром встал, я говорю, сейчас пойду зубы почистю. И все, там дети там родились они. Они по-армянски даже не знают, понимаешь? Ну, знают, но не так сильно. А когда я стал утром сказать, сейчас пойду помоюсь, зубы почистю, все смотрели вот так меня, я говорю, а что я там сказал? Вот сестра меня... Зубы почищу, это плохие слова на голландском? И по-армянски сказать зубы почищу? По-голландским это конкретно, я, ну, про Мерафер не могу сказать. Что это там... В общем, мы... Тогда нужно все-таки в Голландии лучше промывать рот, чем зубы чистить. Да, вот так, я про этого говорю. Вот по-азербайджански, допустим, есть слово, по-армянски какой-то другой получается. Ну, есть такие вещи. Так что... Спасибо тебе за интересную беседу, я много сегодня интересного узнал. Благодарю тебя за эфир и желаю счастья. Всем и желаю, чтобы твоя мечта, если вдруг случится Третья Карабахская война, я желаю, чтобы твоя мечта, чтобы ты построил космический корабль, забрал всех желающих мира армян и не только, и улетел куда-нибудь на Марс, где нет азербайджанцев. Я как приеду через Азербайджан, тебе тоже возьму. Я думаю, то, что ты тоже не хочешь воевать. Ну, я же хочу жить здесь. Мне же здесь хорошо. А, в космос не будешь лететь? Ну, потом обратно приедем, все будет. Гамлет, у меня каждый день космос. У меня каждый день, Гамлет, у меня каждый день люля-кабаптика. У меня тоже. Это можно с собой взять, не проблема. Что ты думаешь, что космос... А как ты пролетишь через Азербайджан? Ты же в городе здесь служил. Ты уже не попадешь сюда. Да, никак. А ну, ты тоже приедешь там. Это я должен написать совсем наверх попросить. Совсем туда наверх должен просить. Да, короче, трудно будет это. Ну, да. Ладно. Благодарю за эфир. И всего хорошего. В следующий раз мы изучим другие фамилии и имена. И обязательно те имена, которые здесь нам послали подписчики, их тоже изучим. Спасибо, Гамлет. И, как говорится, у Ромео Джульетта нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео Джульетте. А у Шекспира, у Гамлета бедный Йорик. Он, когда Гамлет гулял с другом, там могилу перекапывали, нашли череп его этого шута. В детстве он был, шут у него был. Его похоронили, нашли. И он взял череп и говорит, бедный Йорик. Вот я тебе желаю, чтобы ты не был бедным Гамлетом. Да. Не будет. Спасибо за интересный эфир. Конечно, он был очень оригинальным. Я в жизни много чего слышал, но такого я не слышал. Спасибо.